Евгений Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. Позавчера были в гостях известные экономисты Михаила Делягина. Он нам кинул такую идею интересную, что перед выборами сентябрьскими в августе, скажем, враги России будут пытаться раскачивать рубль и всячески дисциплизировать ситуацию. Как в этом, что один из сценариев возможных. Да, я полностью с такой оценкой согласен. Я даже вот тут как-то в кафе в одном взял газету и изложил только то, что я вижу вокруг с точки зрения подготовки сценария при процессе выборов свержения российской власти, подготовки к нее. Как бы на добрых началах, то есть замаскированная подготовка. Вот смотрите, кафе мое находилось в Москве, в центре, в котором я сидел и писал. Вот, писал недавно, когда у нас тут. На газете РБК, по-моему, позавчерашний. Значит, смотрите. Итак, для малого бизнеса в Москве в 10 раз подняли кадастровые оценки. Буквально за последние пару месяцев. Причем самый как бы пик платежей и осознания катастрофы, Понимаешь, что такое заплатить в 10 раз больше налогов? Понятно, бизнес разорится. Наступит в период именно в сентябре месяце. То есть несколько, ну в Москве сотен тысяч людей, самых активных. Мы понимаем, что малый бизнес – это самые активные люди, предприниматели, которые сами за себя отвечают и за пару работников, которые у них работают. Осознают, что они в полной жизненной катастрофе. К сентябре месяце. То есть готова уже некая группа недовольных. Да еще с головой и с лидерскими качествами, которые, понятно, да, очень важны. Дальше. Ларьки. Помните вдруг, вопреки даже судебным решениям, которые признали собственность, было ликвидировано, по-моему, больше 100 ларьков, а до этого 15 тысяч ларьков. То же самое. Удар. Фактически уничтожение малого бизнеса идет. И для того, чтобы сформировать у людей недовольство. То есть их загоняет в угол. Дальше. Пере, так называемое, изменение правил приемки строящихся объектов за счет финансирования бюджета города Москвы. Фактически денег людям перестали давать. Соответственно, а кто такая стройки, уже крупные стройки в Москве? Это гастарбайтеры, которые тоже не получат деньги. Следовательно, на сентябрь месяц мы наблюдаем десятки тысяч, а может и сотни, недовольных гастарбайтеров на улицах. Гастарбайтеры, напоминаю, это люди пришли, у которых не к кому приткнуться, которые не имеют запасов макарон в буфете, понимаете, да? И кроме того, у которых есть некая система объединительная, связанная с религией, с коммуникациями внутренними и так далее. То есть, если они будут отчаиваться, то будет запущен как раз тот самый сценарий, который работает в Европейском Союзе за счет приезжих. Значит, тоже интересный. И все как бы сходится на сентябрь. Дальше. Уже не московские дела. Решение, о котором мало кто говорит, и как раз то, что об этом СМИ не говорят, это показывает, что СМИ подыгрывают этому сценарию подготовки Майдана в Москве и свержение государства в основном. Это так называемая внезапная вдруг реформа Министерства образования по прекращению аккредитации негосударственных вузов. По нашим расчетам в Москве это будет 50 тысяч студентов, которые в преддверии выборов, то есть это сейчас летом, внезапно не получат дипломы. То есть люди вкладывали деньги, учились там по 5 лет. Вы знаете, что в год учеба стоит 150-200, некоторые полмиллиона. И вдруг через 5 лет им говорят, ребята, вы никто. А у них родители влиятельные, это все-таки студенты-платники. Да, да, да. И еще слухи всякие, например, что скоро военные кафедры исчезнут. Это слухи добавляют. Ну вот конкретно, вот 5 лет человек работал, научился, платил за это деньги, и на выходе ему говорят, диплома не будет. Говорят, да, здоровья вам, живите хорошо, диплома не будет. Да, это решение Ливанова. Конкретно, пятая колонна, когда мы говорим Ливанов, не случайно у всей фракции в Думе все до одной хотели, чтобы он не работал министром. Потому что, в общем, осознание некое было для этого. Потому что это единственный министр, против которого объединились все фракции. ЛДПР, справа Россы, КПРФ и Единая Россия в лице письмян Рыжкина. То есть, не получилось, вот он, пожалуйста, нагадил и подготовил. То есть, мы видим сейчас, я уверен, что это я вот то, что вышел из окна, а студент напротив меня сидел и рассказал. Это то, что я оглянулся. Вот таких факторов, вот для аналитики, я вас уверяю, десятки. Просто десятки. А что такое? Теперь мы понимаем, почему, допустим, мой закон о запрете иностранцам участвовать в митингах был отклонен. Потому что понятно, что гастарбайтеры где-то должны в начале хотя бы первые дни быть как бы легальны на митингах. Им никто не запрещает. То есть, не случайно поступил отрицательный отзыв из соответствующих министерств. По-моему, департамент культуры правительства его готовил, чтобы не запрещать иностранцам участвовать в митингах. Хотя в Конституции сказано, что это право граждан России. То есть, это все, мы, вот я сейчас назвал вам пять штук, да, вот таких тысяч. Это называется план посла Тефта. Вот этим планом он ликвидировал Украину, Грузию. И вот этот план у него запущен в России. А не какой-то, знаете, сразу в лоб штурмовать Кремль. В конце плана штурм Кремля. Или в середине плана. Потому что даже штурм не понадобится, если удастся государственный переворот и удастся дворцовый переворот. То есть, по телевизору скажут, что, значит, кто-то в Кремле заболел, и теперь на его месте работает тот и другой. Понимаете? И никто это не проверишь. Телевизор же не проверишь. Поэтому вот эти вещи, мы понимаем, что основные события у нас готовятся. И в том числе, правильно сказал Делягин, что основные события и по рублю, и по обвалу экономики, и по осознанию обвала. А это часть, то, что я сейчас назвал, да, малый бизнес, час экономики. Все готовится под сентябрь. Цель создать эмоциональный сентябрьский взрыв. Там до выборов или после, они сейчас ищут, да. А вот это, или вот это вот копание в центре Москвы. Это же тоже, мы же понимаем, как произойдет. Вот это к вопросу. Здесь я это не записал, но я смотрел в окно на этих копающихся. Понятно, что почему-то копать закончат в конце сентября, после выборов. А копание дает перекрытые Москвы, это огромный градус недовольства активные люди, которые ездят на своих машинах, которые пытаются проползти по центру Москвы, значит, между стройками. То есть, все это делается, понятно, случайно. А плюс, добавьте к этому, что копает кто? Гастарбайтеры. Сколько их копают? Копают они недолго, два месяца, их привезли. В конце сентября их выпустят. А если их выпустят без зарплаты? Вот вам еще добавочка, тысяч пятьдесят сто, к той вот горючему веществу, который сформирован из студентов, из малого бизнеса, из гастарбайтеров, на стройках других и так далее. То есть, понятно, что идет совершенно открыто, нагло, в условиях саботажа решений главы государства. Потому что, когда на священиях московских мэрий малые предприниматели задавали вопросы, значит, руководству, а зачем мы в десять раз подняли кадастровые? Путин же, Путин просил не поднимать налоги. Я говорю, да это не налоги, это же кадастры. Ну, то есть, дурака включают, открыто и нагло. Понятно, что, на мой взгляд, что люди, которые играют в эти игры, антироссийские, это мы, наверное, называем пятой колонной во власти, и эти люди играют сознательно. Они делают вид, что они дураки, ничего не понимают. Но они играют сознательно. И, скорее всего, мы обещаны коврижки уже по результату ликвидации России. Например, участие в руководстве великой московского герцогства, например. Или еще в чем-то. Вот эти вещи, понятно, что готовятся. Дальше для меня только один вопрос. Люди, граждане России, осознают это как социальные бомбардировки врага? Или они в эмоциональном порыве в сентябре месяце пойдут и свергнут российское государство, как они это сделали в 1991 году? Ну, им помешают осознать. Вы, наверное, догадываетесь, что нодовцев будут нейтрализовывать. И уже часто идут попытки в плане значительной проверки на инициированные посуды в четырех регионах, по-моему. Ну, это яблоко требует, да. Да, и все это вот Гудков, Дмитрий, когда мы были у него на вас наезжать. Лично на меня, да. Хочешь, чтобы меня лишили мандата. Я знаю, мы просто были у него. Просто это все один к одному идет. Этот план посла ТЭФТа, в котором тысячи пунктов. Мы это знаем. НОТА это единственная организация на улицах, которая будет стоять до конца. Потому что антимайдан, мы видим, что вдруг в антимайдане неожиданно произошел раскол. Посмотрите, вроде был такой антимайдан, наш партнер, товарищ. И вдруг половина антимайдана пошла по предложению Владимира Путина на предварительное голосование в Единая Россия. А вторая половина в лице Старикова начала категорически критиковать. То есть явно раскол. То есть в организации, которая должна как бы первая встретить врага на улицах, искусственно, сознано. Я так понимаю, что заранее, конечно, это были закладочки в лице Старикова. Были созданы вот эти искусственные механизмы раскола для того, чтобы парализовать. Раз парализовано руководство, какие рядовые члены или сотрудники антимайдана искренне пойдут на улицу, если там знают, что начальство ругается между собой. Конечно, не пойдут. Значит, паралич прошел. Раскол патриотических сил пошел. И он пошел в преддверии. Но это единственная организация, которая вне вот этой системы персонального, партийного или политического строительства. Но это организация идеологическая. Это значит, что если вышибают Федорова, рядовые нодовцы, мы не за Федорова, они говорят. Мы даже не за Путина. Мы за Россию и за ее суверенитет. Поэтому они пойдут. То есть сама по себе конструкция строительства национального освободительного движения такова, что 250 тысяч членов нода пойдет независимо от того, какие события происходят. Допустим, в среде, удастся им выключить меня или нет. Могут выключить. Ну почему нет? Могут. У них силы много, хоть я и депутат. Я это реально оцениваю. Как солдат, который, идя на фронт, знает, что его могут убить. Но этого солдат учат. Пониманию этого процесса. Что они идут не на гулянку, а идут на место, где убивают. Но это мы так и настраивали нод в течение трех с половиной лет, что мы независимо от того, что происходит в стране, люди решали одну проблему. Суверенитета и защиты своего отечества. И поэтому мы-то как раз исходим из того, что нод – та организация, которая вот эти, как бы, тефтовские примочки и удары по штабам, которые он сейчас реализует, нод не парализует, а скорее наоборот, поднимет его активность и реактивность, если хотите. Кстати, это эффект, который мы везде наблюдали. Например, когда, как только американцы начали десантироваться в Новосибирске, во времена Тангейзера, помните такие уличные события, численность нода в Новосибирске за пару месяцев возросла в несколько десятков раз. То есть, ну реально, было 500 человек актива на улицах, стало 10 тысяч одновременно выходящих на улицу. И нодовцами стали все таксисты, все, как бы, жители города. Ну, мы же опросы проводим. То есть, это вот этот эффект. То есть, ну, эффект русский. Когда на нас давят, мы, как бы, мобилизуемся на защиту. Поэтому изначально мы структуру нод строили с учетом плана ТЭФТа, по огню, который будет долбать по штабам, по Путину и пытаться дезорганизовать национально-освободительную вертикаль власти. Поэтому у нас изначально партизанская система работы нода. Да. Вот Министерство финансов России, Центробанк, готовят пенсионную реформу. Я бы сказал, эту реформу с антироссийским душком. Так мягко бы сказал. Есть возможность рядовым гражданам что-то противопоставить? Ну, опять же, рядовые граждане должны осознать, что они живут в оккупированной стране. Просто у нас никак это не осознают. Это значит, что все решения принимает оккупант. Путин против пенсионной реформы. Ярко и четко сказал, я против повышения пенсионного возраста. Ну, а им плевать. Значит, рядовые граждане должны осознать, пенсионную реформу они не остановят, пока не поддержат Путина. Поддержат на улице, когда он приглашает. А он приглашал на Васильевскую, на Тверскую, допустим, в день народного единства, победы 1612 года и так далее. Не пришли нужное количество. Не пришли, получая гранату. То есть ты не пошел на мобилизацию национального лидера, значит, враг осмелел и пошел в атаку. Ну, понятно. Отсюда вот эти все более наглые идеи по нарушению решений Путина и проведению пенсионной реформы. Мы это отлично понимаем. Остановить можно только одним путем. Знаете, семь бед, один ответ. Бед в войну много, ответа победа одна. Только победа силы национально-освободительного движения остановит пенсионную реформу, ухудшение жизни, социальные бомбардировки, повышение налогов, ликвидацию малого бизнеса и все те процессы, ликвидацию в целом нашего отечества, которое, собственно, и есть с Альцанцией. Вот тысячи проблем. Решение всех проблем в одной плоскости. Решается проблема суверенитета, а для этого надо идти, вести борьбу в национально-освободительном движении России. И не обязательно даже в штабах, а в системе национально-освободительных движений России. В том числе вокруг Владимира Путина как национального лидера и лидера национально-освободительного движения России. И немаловажные факторы выборы. То есть на выборах надо поддержать тех людей, силой, которые Путину нужны, о которых он скажет перед выборами. Просто еще избирательная кампания не объявлена. Говорить рано. Вы сейчас сказали, что, возможно, Николай Астариков это закладка. Ну, не так сказали, но мягче сказали. Но вместе с тем вы продолжаете сотрудничать. Даже устроили здесь дискусс между собой. По-моему, мы его все видели. С Навальным дискутировал. Я буду дискутировать с любым. Потому что мы правы. На нашей стороне правда. То есть нам нечего скрывать. Мы готовы говорить абсолютно с любыми силами. Мало того, у нас дефицит общения с врагами. Я вам честно скажу. Я вот призываю, вот еще раз пользуюсь, сто раз, сотый раз призываю. Мы договорились, что мы пытаемся общаться с врагами раз в две недели. Значит, последняя встреча была неделю назад. Было так и называлось. Общение с противниками и оппонентами НОДа. Приглашаю противников. Они не приходят. Потому что сказать нечего. А кого приглашали? Всех. Вот кто считает, что я не прав. В целом тактика НОД не прав. Приходите. Мы готовы с вами обсуждать. Таких нет. Они все разбегаются. Стариков он как бы наполовину за НОД. Наполовину как бы нет. Но он говорит, что многие предложения, законопроекты, которые раньше выносили, теперь он не вносит его в ГУДУ. Нет, подождите. Он не об этом говорил. Он говорил о том, что я участвовал в предварительном голосовании Единой России и некоторые НОДовцы. А это плохо. Вот вы упомянули законопроекты. Он что, не знал, что я вносил как член фракции Единая Россия? То есть, когда надо вносить законопроекты, Федоров в Единой России хорошо. Как надо поддержать Путина в критической ситуации и усилить позиции Путина в Единой России, Федоров плохо. Или когда туда же в Единой Россию на предварительном голосовании пошел Антимайдан, в лице сопредседателя пошел Народный фронт и так далее. То есть, понятно, что это такая двуличная позиция. Откровенно. Совершенно откровенно. Потом вопрос, проблема же не в внесении законов, а проблема в их прохождении. Мы готовы вносить любые законопроекты, которые будут готовы. Кроме того, он там правильно сказал, что у них там есть депутаты, он там назвал фамилию. Да мы только рады. Только мы еще не видели от этих депутатов в законопроектах. Мы только рады. Проблема же в прохождении законопроекта, в организации процесса. То есть, в профессиональной работе в парламенте. А просто взять бумажку и подписать Федоров на бумажке под названием законопроект. Вот я могу вам сейчас дать 20 пустых бланков законопроекта и подписать их заранее. Только их еще написать после этого надо будет. А это профессионализм. А вот это вот не получается в команде ПВО, потому что там нет специалистов-законотворцев. Но ничего там плохого нет. В России-то специалистов не больше тысячи. Понятно. Давайте немножко поговорим про экономику. Возможно ли сейчас реформы? Ну, сейчас в обществе такая дискуссия идет по поводу трех программ реформ. Условно говоря, Кудрина, условно говоря, Улюкаева и условно говоря, кто же? Ну, Глазева, условно говоря. Как вы думаете, на этой разделке из трех сторон, из трех дорог, по какой дороге мы пойдем? Значит, я бы, знаете, как ответил это вежными словами помощника президента Андрея Марьяновича Белоусова, который после вот этого обсуждения выступал, в эфире есть его ролик, который подробно остановился на программе Кудрина, Улюкаева. Улюкаева была, почему-то с Кудриной был Улюкаев, но тут позавчера он дал какую-то еще дополнительную программу. Глазева, Титова, вот так вот, как бы две программы. Белоусова сказал, эта программа так себе, эта так себе, но обе не подходят. Он очень деликатный и вежливый сказал, но это правда, потому что единственный вариант сегодня, все знают, это программа НОДА, но суть программы НОДА, которая отличается даже от программы Глазева, хотя не, скажем так, наполовину, очень простая, стандартная политика количественного смягчения, которая существует в 40 странах. То есть обнуление процентных ставок, и об этом Путин говорил. Только почему-то Глазев говорит об обнулении ставок в каких-то некоторых случаях. То есть кому-то как бы по низким ставкам, там он отросли, кому-то по высоким, но так рыночная экономика не работает. Путин говорил, делайте как ФРС и ЦБ, то есть обнулите всем. Поэтому существует программа Кудрина, Уликаева, Глазева, Титова, и программа Путина, она же программа НОДА. Мы за программу Путина, программа НОДА. То есть обнулить ставку для всех, заменить иностранный кредит российским, национальным, на этой базе обнулить инфляцию и дать в экономику 60 триллионов рублей. Сразу в процессе замены иностранных кредитов 60 триллионов – это цифра иностранных заимствований в рублях. То есть это цифра, под которую есть залоги, проекты и все остальное. То есть она, хоть завтра поменяете, и все будет крутиться, как крутилось. Только в компьютере будет не долларовая цифра, а рублевая у инвестора и у строителей. А в целом эта программа даст в экономику России до 200 триллионов рублей. Как вы относитесь к предложению одного из членов Компартии о том, что ввести налог 10% на покупку валюты, который будет внесен? Зачем? Я не знаю зачем. Я тоже не знаю зачем. То есть есть люди, которые придумывают всякие истории. Как говорится, куку оректу, а там не расцветает. Зачем? Ну вот простой вопрос. Понимаете, все нужно делать для чего-то. Вот есть налог на покупку валюты в Германии. Нету? Нету. Во Франции нету, в Англии нету, в Америке нету, в Японии нету, в Австрии нету, в Канаде нету. Зачем он в России? Ну, я простой вопрос. Ну вот если этого нету в так называемой политике, а политика это набор, это курс, это тысячи решений. Количество смягчения зачем он нам? Просто потому что кому-то пришла идея, гениальная мысль. А завтра у другого придет гениальная мысль. Сделать налог на продажу валюты. А завтра вообще сделать налог на продажу. Зачем? Это все, вы знаете, игры. Можно назвать их, конечно, игры разума. Я бы их назвал игры дураков. Потому что экономика это система. И придумывают в системе какой-то ход, потом, блин, какой я молодец. Это детский сад. Детский сад. Вот ребенок в детском саду. Ой, какая красивая игрушка, брошу ее в ту тетю. Это смешно, это глупо. Политика количества смягчений, она известна. На ней работают 40 стран. Возьмите любого студента из Германии, он вам расскажет ее просто по лекциям. И все, делайте так же. Ничего не надо придумывать. Делайте, как сказал Путин. А он сказал, делайте, как они. Делайте так же, вот и все. Ноль рубль, процентная ставка, запуск в экономику рублей, отмена норм регулирования, выдача кредита по 2-3 процента, запрет на повышение налогов, а то в Москве и ЖКХ и все прочее поповышали. И у вас в экономике начнется бешеный рост. Индустриализация в стиле 30-х годов. По 30% годовых будем расти. Да нет, Люкаев говорит, что больше 4-х нам не светит вообще-то. Кто говорит? Люкаев в своей статье сказал, что 6-4. Уликаев, Кудрин, Иглаев, все они говорят, что 5 лет будем падать. Я напоминаю, что в прошлом году мы упали 7% в год относительно. 7%. И только через 5 лет светит. Не только новая реальность. Что бы они делали, больше 4-х не будет. Нет, я думаю, есть вариант другой. Уликаева уволить. Если будет сопротивляться, применить к нему правосудие и запустить решение Путина. Вот и все. Уликаев, можешь выполнить решение Путина о политике количественного уменьшения, изложенного в послании? Не могу. Пошел вон. Вопрос. Экономистам страны таковых в России несколько сотен тысяч. Кто может выполнить решение Путина? Поднимется 100 рук. Вот из этих 100 человек и выберите министра экономики. А я стесняюсь спросить, а есть экономисты близкие к НОДУ? Конечно. Ну вот в фамилию хоть одну можешь сказать? Близкие к НОДУ? НОДУвские идеи, вот, например, Титов использует, целую партию создал на НОДУвских идеях в экономике. Причем, почему я говорю на НОДУвских, потому что я чисто формально. Потому что я его приглашал быть одним из руководителей проекта НОДУв с нулевыми ставками в письменной форме. После чего он отказался. Через какое-то время идеи, которые были ему присланы, он использовал и обнародовал как идеи партии Роста. Пожалуйста. Он просто не берет вторую часть НОДУвскую. Политическую. Он берет экономическую. Действительно, обнулить ставку. Убрать базель 3. Запустить экономику Роста. Мы говорим, что это невозможно без политической части. Без суверенитета и власти Путина. Вот это он не берет. Понимаете, да? Нам не жалко. Главное, что, пожалуйста, целая партия создана на идеях НОДУ. В экономике, правда. Но она невыполнима из-за власти. То есть, нельзя решить проблему экономики, не имея на это права. Понимаете? А вопросы НОДУ, это вопрос власти. Пожалуйста. И, вообще-то говоря, около 3000 экономистов, которые на Московском экономическом форуме высказывали идея НОДУ, мы смотрели. Но проблемы нету с теми, кто может это сделать. Скажите, вот, несмотря на сопротивление пятой колонны, есть какие-то экономические успехи, кроме запуска программы «Карточки Мир»? Вот видите, как только вы говорите слово «несмотря», вы понимаете, что существует система. И в этой системе могут быть какие-то успехи. Не может быть успеха. Потому что вопрос успехов, есть оценка событий. Но мне сказали, мы читаем, что карточки «Мир» совсем не дешевая. Совсем это не дешевое удовольствие. Ну, так вообще-то «Карточку Мир» американцы саботировали 6 лет назад. Потому что первоначально ее предложил в виде закона Путин. Этот закон был в Думе отклонен по требованию американского посла. Это опять к вопросу о власти. У вас не получится на оккупированной управляемой зне территории проводить никакой курс. Вообще никакой. А уже придумать какие проблемы, высокая стоимость, административно-хозяйственное, это уже враги придумают. Как обосновать курс внешнего управления под разными красивыми словами. Понятно. Поэтому ничего не получится, не решив проблему власти. То есть суверенитета. Ничего. Успехи. Вы знаете, вот была ли оборона Брестской крепости успех Великой Отечественной войны? У меня к вам вопрос. Конечно, это был колоссальный успех. Но о нем, до того, кстати, как Васильев написал книжку, не все знали, мягко говоря. Понимаешь, но это был успех. Но это успех был героизма людей, а не успех самой Великой Отечественной войны. Потому что в результате это дало нам дополнительный толчок мобилизоваться на защиту страны. Но само по себе оборона Брестской крепости, это был такой тактический успех, не стратегический. Есть у нас такие, есть. То, что сельское хозяйство оказалось более живучее, чем рассчитывали американцы. То, что у нас оказалось, где-то был спрятан в архивах танк Армада, его чертежи, которые не были выкуплены в 90-е годы американцами. И потом кто-то, какой-то там старенький ученый, прятал его где-то у себя в подвале. И потом, когда начались другие немножко времена, и Путин начал поддерживать его, он его достал и сказал, вот я под танк Армада, придуманный 20 лет назад. Но актуальный до сих пор. Боже мой, это прямо история Ситроена, которую спрятали от оккупации на чердаке. А в 46-м году откопали. Об этом и речь. Вот наши успехи такие. Или успехи в космосе, которые базируются на двигателе, созданном 30 лет назад и до сих пор лучшем в мире. Понимаете, лучший в мире, созданный 30 лет назад двигатель. То есть, понятно, что если мы были суверенны за 30 лет, мы бы от этого двигателя улетели бы еще в космос. Согласен. И последний вопрос. Вот недавно, позавчера были у Анатолия Вассермана. Он такую мысль все время проводит, что надо объединять Белоруссию, Украину, Россию, славянскую цивилизацию в одну. Тогда разработки будут оккупаться значительно лучше, быстрее. Рынок просто расширится. Насколько это реально вообще? Или это такие фантазии какие-то? Можно к вам вот такой вопрос задать? Давайте. А человеку хорошо, если ему отрежут руку, или плохо, если ему отрежут руку? Вот придет сейчас кто-то в этот кабинет с пилой и отрежет мне или вам руку. Это будет хорошо для вас или плохо? Или будет плохо много лет, будут мучить фантомные боли? Нет, это будет просто плохо, потому что вы не сможете пользоваться этой рукой. У вас будет ограниченная дееспособность. Вы не сможете получать, извините за такие термины, хорошую зарплату, потому что инвалиды получают меньше. Вас не полюбит та женщина, которая могла бы полюбить, если у вас были руки, понимаете? То есть у вас возникают системные проблемы. Так вот об этом надо говорить. То есть у нас существует наше российское отечество в границах 1945 года, международно признанных. За которые отданы жизни не только 30 миллионов граждан Советского Союза в 1945 году, ну и вообще-то говоря, сотни миллионов граждан России за ее историю. Потому что понятно, что это все продолжение исторического пути России, защита. Значит, теперь вдруг кто-то в России, таких, кстати, много, считает, что это теперь не Россия. То есть, во-первых, это сумасшествие людей, которые так считают, что Киев это не Россия, что Рига это не Россия. Первое. Вы можете потерять Киев и Ригу, что и было в 1941 году, но никогда никто не считал, что это не Россия. Правильно? И ждали... В риге русских больше половины. Даже не в этом дело. И ждали. Потому что международное право опирается даже не на русских или кого-то, оно опирается на законы. Вот эти законы говорят, что за Россией записаны границы 1945 года по итогам Второй мировой войны. Так вот, возвращение этих границ и есть обратно прикручивание к вам руки, незаконно отрезанной бандитами. Понимаете? И восстановление ваших возможностей личных и мировых. То есть, как государства, как конкурента мирового и лично как гражданина этой страны. И эти возможности в десятки раз больше, чем возможности раба и человека без руки. Просто в десятки раз. Вот об этом и речь. Поэтому надо не строить умозрительные комбинации Украины с Россией. А надо просто восстанавливать границы, которые не нами назначены. Не я эти границы придумал. Эти границы придумал мой дедушка, мой прадедушка, мой прапрадедушка. И у каждого из нас. И таких прадедушков все 60 поколений придумывали границы, создавали и защищали. Евгений Алексеевич, я не готов воевать за Ригу. Простите меня за откровенность. Тогда вы не готовы воевать за Москву. Потому что если, смотрите, оборонительное государство строится на позиции. Я защищаю свое отечество и для меня его части равны. Как только вы отказываетесь от этой позиции, вы автоматически убираете главный механизм строительства вашей государственности. Отказываясь от Риги, вы отказываетесь от Москвы, от Питера, от Владивостока, от Хабаровска. От всех городов, на которых положит глаз иностранный интервент. Понимаете вы, да? Потому что это одинаковое с точки зрения государственного строительства. Это одинаковое. И для вашего деда это были одинаковые города. Не было же такого, что дед готов был умирать за Ленинград, но не готов был умирать за Ригу. Не было. И то и другое для него было одинаковое. И это логично. Потому что в оборонительном государстве каждый миллиметр границы, даже самый засушливый в Казахстане, такой же священный, как, не знаю, киевский чернозем. Это важный принципиальный вопрос. Теперь вопрос о воевать. А кто вам говорит, что надо воевать? За эти города уже повоевал ваш дед. Он уже включил вас в наших государствах, ну, сохранил в нашем государстве эти города. Вам просто надо, как гражданину России, правовыми методами отстоять эту территорию. Но для этого вам надо поставить проблему сохранения российского границы 1945-1991 годов. То есть, 1945-1991 годов. То есть, написать заявление в полицию о незаконно изъятном куске вашего отечества. Как бы, да? И все остальное сработает международное право. Оно на вашей стране. Пока нету Третьей мировой. Уйдет НАТО из Риги? Конечно, уйдет. Если Россия скажет, что Рига незаконно оторгнута территория от России, ну, говорит же этот самый, одно из пребалатистских государств, что Пытоловский район наш. Ну, вот это уже никто не воюет, да? Пытоловский район, Псковская область. Никто не воюет. Говорит Япония, курилый наш. Никто же не воюет. Никто не воюет. Это, наверное, государственная политика. Это не война. Но если вы поставите этот вопрос, он будет решен для вас положительно, для вашего государства. По одной простой причине, что это по вашей территории, по международному праву, по закону. Если вы спросите, а пример, да пожалуйста, база НАТО в Гонконге, Англия, Китай. Китай говорит, верните нам нашу территорию по международному праву. И НАТО, а до него Англия, в чистом виде, которая там стояла 150 лет, спокойненько оттуда ушла. Потому что по закону эта территория принадлежит Китаю. В том числе по закону, по итогам Второй мировой войны тоже. Понимаете, да? То есть эта территория ничем не отличается от Риги. Вот и все. Поэтому надо поставить этот вопрос и начать Лаврову поручить переговоры. Они говорят, дайте нам Паталовский район, а мы в ответ. Хорошо, но на условиях вашего возвращения в состав российского государства. Они говорят, дайте нам контрибуцию в 300 миллиардов долларов. Мы говорим, взамен предлагаем вам вернуться в состав российской государственности. Ну то есть как бы козырь на козырь. После чего переговорный процесс. Не с ними, с НАТО. Потому что с Гонконгом обсуждали, не с Гонконгом, а с Англией. Понимаете, да? И все, все произойдет. Вернут ли англичане нам эту территорию и НАТО? Да, 100% вернут. Просто им не нужны риски для Вашингтона и Лондона за чужую землю. За свою, да. За чужую, нет. Спасибо большое, что интересно. Спасибо вам.